Внимание! Данная программа является памфлетом и воспринимать ее следует соответственно. Любые сходства с реальными людьми или событиями являются случайными и непреднамеренными. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать во взрослую жизнь. Ты даже не представляешь, что тебя тут ожидает. Прикинь, оказывается, носки не сами стираются. Ваня, вот это вообще не смешно. Мне вообще-то бабки нужны. Ну окей, тогда есть для тебя нормальная вакансия. Раз нужны бабки, иди в дом престарелых. Ванечка, ну что бы я без тебя делал? Без своих глупых идей? Да ладно тебе, ну что ты так паришься, а? Как бы на дворе 21 век. Люди уже давно придумали всяких роботов, которые там могут и капучино тебе делать, и там, не знаю, на кассе там сдачу выдавать. Скоро людям вообще не понадобится искать работу, так что расслабься. Слушай, ну вот здесь я с тобой, кстати, не согласен. Вот не везде эти бездушные железяки смогут заменить людей. Ну, как сказать. Я говорю, 12-я рота не может. Все. Они у меня на даче. Я говорю, выполняют задачу. Все. Не могу. Перезвоните. Выполняют они задачу. На грядке они у меня выполняют задачу. Так. Да-да. Товарищ главнокомандующий нашей части, я главный ученый нашего Министерства обороны. Помните, мы вам говорили, что предоставим вам новые военные технологии из Европы? Ну, что-то такое припоминаю. Присаживайтесь. Так вот, встречайте, первый молдавский терминатор. Это я его так назвал. Ну, как вам? Восхитительно. Вот это да. Ну, вы когда же мне про новую технологию рассказывали? Я же-то думал, вы мне микроволновку в наш буфет установите. А тут вон оно шоу. Ничего себе ноу-хау. Да. И сколько это стоит? Ну, это произведение военного искусства стоит 5 миллионов долларов. 5 миллионов долларов? Да. Ты чего? Ты куда? Такие денежища в нашу часть. Это, оно хоть застраховано? Тьфу, что? Ну, товарищ генерал, извините, я просто не разбираюсь в погонах. А зачем ему страховка? Он же робот. Отставить? Ты что такое несешь? А когда его деды в черпаки переводить будут? Они не посмотрят, что он 5 миллионов стоит. Они его на металлолом дадут. А какое звание ему дать? Генератор? Генератор-майор? Да в какие войска я его засуну? Я создан для ВДВ. Ой, пожалуйста, для ВДВ ты создан. Ты максимум создан для DVD, понял? Ты понимаешь, он на день десантника в фонтане купаться не сможет. Он же закоротит. И на чем эта машина адская работает? Этот робот очень лёгок в использовании. Он работает на дизеле. На солярке? Да. Ты хоть понимаешь, он же в армии служить не сможет. Начальник штаба всю солярку сливать будет. Подождите, ну что вы такое говорите? Ну вы же начальник штаба. Поэтому я знаю, что говорю. Понял. Ну, кстати, вот по этому поводу. Ему необходимо очень хорошее техническое обслуживание. В принципе, могу, ребят, попросить. У меня вояки его и помоют, и покрасят. Что вы такое говорите? Ни в коем случае не вояки. Вы что, они если к нему притронутся, они могут в его компьютер занести какой-то вирус. Ну и что? У нас в медчасти от вируса, знаешь, как избавляют? Легко. Ему йодовую сетку намажем, активированный уголь дадим и всё, как новенький. Ладно. А как это он работает? Он очень лёгкий в управлении. Как и любой добросовестный солдат, он выполняет команды. А ну, смирно! Вот чудо! А ну, выйти из строя! Ну вот, а я же говорил! Подождите, это просто недоразумение. Ну, вы же сказали выйти из строя, вот он и вышел из строя. Ну, он работает. Я вот, смотрите, сейчас кнопочку буквально нажму, вот. Вот, видите, вот снова заработал. Сюда! Ну ладно. Продолжим представление. У него есть лазеры встроенные, рентген и моё самое любимое – огнемёт! Фигня, это твой огнемёт! У него зубная щётка есть? Мне не нужна зубная щётка, у меня нет зубов. Вот, видите? Причём здесь зубы? Он как мне туалеты драть будет? Ты смотри, если в свою смену мне плитку своим лазером этим порежешься, Да я тебе программное обеспечение без... Фу! Упаси, Господь, без безопасного извлечения вытащу, понял? Всё, не надо, не надо. Я за него ручаюсь. Такого не будет, хорошо? Ещё у него есть встроенный металлоискацией для обнаружения мин. О! А вот тут поподробнее. Просто дело в том, что мы же на крещение в БТРе в озере купались. Он и потонул. Слава Богу, все живы. Надо будет, чтобы ты этой своей металлоштукой его нашёл. Сможет? Найдёт он БТР вот так, по щелчку. Ещё у него есть в шлеме встроенный оптический прицел. Он может стрелять лазером на 30 километров. Фигня. Ну, зачем это в молдавской армии? Вот ты мне объясни, а? А твой вот этот робот картошку почистить сможет? А? Ну, я думаю, это достаточно лёгкая для него задача. Ну, сейчас посмотрим. Итак, терминатор. Лазером по картошке плит. Вот это да. Это коптить-копать. Ага. Да ты шо? И почищенная, и... Ах! И нарезанная. Ну вот. И печёная. Да. Так. Электроника. Значит. Полный карбланш. Бежишь на склад. Ага. Получаешь гвозди. И пять тысяч мне делаешь. Понял? К вечеру. Как к вечеру? Молчать. Приказ из приказа. Бежим. Слушаюсь, товарищ главнокомандующий. Сделай. От технологии, а? А сейчас мы с тобой, работяга, приступим к финальному этапу испытаний. Мало кто это проходит. Хороший ты, мужик. Или кто ты там? Ты знаешь, что у нас много общего? Меня аж по молодости тоже терминатором называли. А чему? Да. Я просто там тоже голый ночью на улице проснулся. О, ладно. Запиваю нашу. Может? Квать. Я сказал, запивай. Андроид, батяня, батяня, андроид, он наших ребят бронёю прикроет. Не, ну слушай, нормальные люди вообще ищут себе вакансии по своим способностям. Вот что ты можешь лучше всего делать? Могу раз в месяц приходить на работу и получать за это деньги. Ну или, по крайней мере, мне бы хотелось так делать. Пф, ну губа у тебя не дура, согласен. Ну, извини, вакансия депутата вот так вот на дороге не валяется. Не знаю. Подожди, ну ты вообще что ли ничего не умеешь делать? Хорошо. Чем ты сегодня, например, занимался? Ну чем? Ну, по дому сегодня хозяйничал, посуду помыл, пропылесосил. Пыль, кстати, ещё протёр, да? Ну, тогда, я думаю, тебе даже работу не надо искать. Ты же, хозяюшка, ади себе богатого мужа и радуйся. Да ну тебя с твоими приколами, блин. Я вообще-то ещё работаю по душе. Хорошо, а что тебе по душе? Слушай, мне по душе вот в игры на телефоне играть. Ай, молодёжь. Ну тогда хорошо, иди в супермаркет. Отлично, хорошо. А где здесь связь? Ну как где? Будешь работать охранником там возле кассы. Целый день сидишь, ничего не делаешь, просто играешь в разные там игрушки на телефоне. И единственное твоё движение, это когда кассирша кричит, а ну Ларе! И ты встаёшь, проводишь карточкой и всё. Ну, на крайняк, не знаю, что предложить этим айтишникам. Они, между прочим, очень неплохо зарабатывают. Будешь там, не знаю, кодировщиком работать? Нет, кодировщикам у меня точно не получится. Я в жизни только один раз кодировал деда от самогона. Да-да-да, помню, деда, нормальный мужик. Ну слушай, ну с ним-то всё понятно. Человек всю жизнь проработал стоматологом в селе. Там из-за обезболивающего только самогон и был. Мужик, где тут зубы делают? Спасибо. Здравствуйте, а это у вас тут стоматология? Нет, блин, детский сад. Конечно, стоматология. Что, не видно? Если честно, не видно. Что такое? Не видно будет денег у тебя в кошельке, когда я твой рост сделаю. Что просто? Я говорю, бахилы одень. Подождите, а зачем у вас тут и так грязно? Это чтобы твои эти белые сандалии не испачкать. Ладно. Не, ну... Честно, это программа розыгрыш, да? Ну, вы издевались надо мной? Я никогда в жизни не видел таких ужасных условий. А что ты хотел? Сейчас для молдавской стоматологии не лучшие времена. Люди меньше кушать стали. Из-за этого зубы меньше изнашиваются. Всё, короче, давай, иди садись на мою эту стоматологическую табуретку. Ладно. Я первый раз вообще такое вижу. Да и вы, если честно, ну, не очень похожи на квалифицированного стоматолога. Ты шо там бубнишь? Ты вообще знаешь, кто я такой? Да я, между прочим, самый лучший стоматолог этой страны. Я в Молдове всем депутатам вырывал всех зубы мудрости. Давай сплёвывай. Что сплёвывать? Мы даже ещё и не начали. Я говорю, сплёвывай, постучи по дереву. Потому что это единственная страховка в моей клинике. Так что закрой рот. И открой рот пошире. Ладно. Давай я посмотрю, ну, шо ты там. О, плюс мне в дёсна. Да тебе придётся много денег платить. Почему очень много? Неужели так всё плохо? Я тебе скажу, что всё даже очень хорошо. Ну, ещё раз покажи. Да, мои подозрения подтвердились. У тебя красная икра в зубах. Значит, проволоку мы использовать не будем, потому что она у меня закончилась. Поэтому я использую шнур. Зачем? Для чего шнур? А, ты не на брекеты пришёл? Да какие брекеты? Ё-моё. Ой-ой-ой. Но у меня всё равно большой спектр услуг. Хочешь, мы тебе отбеливание зубов сделаем? Вот. Ещё банка не засохла. Нет-нет, пожалуйста. Давайте без всего этого. Можете просто... У меня зуб беспокоит. Просто вырвать его и всё. Так, что ты сидишь и бобнеешь? Так и скажи, у меня зуб болит. Если зуб болит, нужно сделать анестезию. Так, скажи мне, пожалуйста, ты за рулём? Да, какое ты имею в виду отношения? Самое прямое отношение к анестезии. Если ты за рулём, значит, я тебе анестезию налить не могу. Придётся делать наркоз. Хорошо ставьте, только сделайте уже. Какой наркоз предпочитаешь? Лёгкий или тяжёлый? Подождите, подождите. Вы что, своё уме, что ли? Давайте лёгкий. Меня давно лёгкий наркоз не просили. Готов. Жили-были дед да бабка. И была у них курочка-ряба, которая ходила вот так вот. Квакала-квакала-квакала-квакала. Какая бабка? Ай, какая курица? Вы что делаете? Я тебе сказки читаю, чтобы ты уснул? Да не надо мне никаких сказок. Просто возьмите мне укол и поставьте обезболивающий обычный. И всё. Ну ладно, так и быть. Сделаю я тебе обычную анестезию. Где это у меня? Я надеюсь, он хотя бы стерильный. Ты в своём уме, ты посмотри, куда ты пришёл. В какую стоматологию. Конечно, он стерильный. Я, между прочим, этот самый шприц. Каждый божий день шампунем стираю. Так нет, это вообще беспредел какой-то. Мне впервые в жизни страшно в стоматологической клинике. Нет, нет, извините, я пошёл. Подожди, подожди. Деньги вправду есть? Есть! Есть у меня один стопроцентный метод. Меня ещё в тракторном университете ему научили. Ну что, ты готов? Нет. Всё, смотри, я сейчас сразу домой еду, потому что эта машина второй раз не заведётся. Понял? Я не понял. Это что такое? Анестезия мне в зад. Извини, друг, а я-то то-то еду, смотрю, у меня сигналят уже 30 километров. Откуда я знал, что у тебя такие корни сильные? Я на тебя в суд подам. Вот тебе и несут. Понял, у тебя денег не хватит. И стул мне верни. Слушай, я даже уже не знаю, что предложить. Хорошо, давай пойдём с другой стороны. Кем ты в детстве мечтал стать? В детстве я мечтал стать Бэтменом. Бэтменом. Ну нормально. Так в разуме и запишем. Готов работать с ночной сменой. Сторожем, например. О, слушай, нашёл. Требуется сомелье. Не, ну ты нормально вообще. Сомелье работают с дорогими марками Вин. Нет, сомелье, которое целый день пробует только боку на самогонку, как ты. О, ещё одно есть. Смотри, требуется мужчина модельной внешности. Слушай, может мне моделью стать, а? Моделью чего? С твоим лицом ты можешь стать максимум моделью кефира или ряженки. Ну а это почему ещё? Потому что лицо у тебя вечно кислое. Вот и будешь моделью кисломолочки. Слушай, да нормально у меня лицо. И внешность у меня нормальная. И вообще, мне кажется, я создан для элитной работы. Типа вот актёр или певец. Может даже ещё выше что-то. Ну тогда могу предложить тебе пойти на стройку. В смысле на стройку? В прямом. То есть строишь из себя непонятно что. Тоже мне певец недоделанный. О, смотри, мне уже звонят. А между прочим, я только недавно выставил CV. Вот видишь, какой я востребованный? А ты сиди сейчас вот мне заливаешь. Да, да. Возможно, сейчас этот звонок изменит всю мою жизнь. Алло? Да. Здравствуйте. Да, это я. Ну, собственно, Гриша, задачу ты понял, да? Вот избушка, вот пила, берёшь и рубишь её. Можешь прямо вместе с деревом, под самым корень, чтобы потом мне глаза не мозолило. Всё. Если появятся вопросы, обращайся. А лучше не надо. Не люблю личных вопросов. Вы кто такие? Так, Гриша, тут непредвиденное обстоятельство. Бабка вернулась раньше времени. Иди пока покури, погуляй, а я тут с ней разберусь, потом продолжим. Хорошо? Так, бабка, ты кто такая? Я не понял. Это я кто такая? Я баба Яга. Это моя изба. Ты чё тут забыл? А я риэлтор. И мы сейчас занимаемся тем, что отжимаем у стариков жильё. Ясно? Ой, что я такое говорю? У нас тут программа по реинновации ветхого жилья для пенсионеров. Так что, как говорите там ваша фамилия? Костяная нога моя фамилия. Костяная нога, двойная фамилия. А кто ты это получается? Чешка, да? Полька, монголька? Кто ты? Ты чё, сказок вообще не читаешь? Не узнаёшь меня? Бабуля, я тебе говорю, я риэлтор. Я не то, что не читаю сказки, я их вообще сочиняю. Вот, смотри, одна из последних. Суперкомфортабельное жильё. По очень приемлемой цене. В двух минутах от метро. Хотя, откуда в Молдове метро? Но все же ведутся. Ага. И значит, на каком-то основании вы тут хотите мою избушку сносить, а? На основании того, что вы не платите налог за недвижимость. Ясно? Все, нет налога, нет избы. Ага. Так какая же это недвижимость еще? Какая движимость? Хочешь к лесу задом, к тебе передом? Ты шо, про избушку на курьих ножках никогда не слышал, а? Избушка на курьих ножках. Что-то знакомо. А, вспомнил? Ты это, про эту новострой, говоришь, да, которую недавно построили, да? Там, где застройщик, короче, решил сэкономить на фундаменте. И там получилась такая избушка на курьих ножках. Там маленькое, если не трясение, пол балла ошитало как-то на дискотеке. Вот он молодец, денег поднял, конечно, красавчик. Ну, все, шо поделать, короче, сносим избу. Гриша, давай пилу, пили эту беремо, все. Гриша, стоять! Слушай, а ты не хочешь замок Кащей оформить заместь моей избушки, а? Замок? Да. Вот это уже интереснее. Целый замок еще избушкой в один день. Вот это мне подфартило. А этот вот Кащей твой, он, это, ну, пенсионер, да? Чего касать? Уже тысячу лет как пенсионер. Тысяча лет? Так что ему осталось жить-то? Давай, говори полностью его фамилия, имя, как его там? Бессмертный Кащей Эдуардович. Фамилия бессмертная? Бессмертный пенсионер? Такое может только в страшном сне приснится. Ладно, бабуля, я вижу, что ты шутишь. Все, Гриша, давай сноси эту избушку к чертовой бабке. А это я, если что, не про тебя. Хе-хе-хе-хе. Да, так значит, да? Ха, короче, верчу, запутать хочу. Бабка, ну что ты мне тут начинаешь? Это я тебя сейчас запутаю, хочешь? Вот, смотри, вот на тебе документы, да что у нас? А это кадастровый план, вот, пожалуйста, держите. Вот документ на незаконное строительство. Вот, так, это у нас справка из земельного комитета. Вот, пожалуйста. Это у нас, ага, форма номер 16. Так, это у нас акт о приватизации. Так и стой, сирот. Я прокляну твою душу. Хвостик мышки, головка шишки, поганая душа мальчишки. Згинь. Згинь. Что ты мне тут на болгарском заливаешь, бабка? На мне это все не действует, что ты тоже мне. Хвостик мышки. Так как это не действует, всегда же действовала. Бабка, вот сколько раз тебе говорят, я риэлтор. Ты не можешь проклянуть мою душу, у меня нет души. Ха-ха-ха. Слушай, казачка, там уж как-то договоримся. Я знаю, где курочка живет, которая золотые яйца несет. Хош подскажу. Золотые яйца? Бабка, да. С этого надо было начинать. Что это у меня тут, с этого? Хвостики там всякие, мышки. Золотые яйца я люблю. Ха-ха-ха. Так, ладно, сейчас мы что-то придумаем с твоей сбой. Уважаемые дамы и господа, только сегодня и только сейчас у меня есть для вас уникальное предложение. Супер комфортабельное жилье в отличном сказочном стиле. Очень удобный район. Чтобы добраться до этой избушки, нужно приехать всего лишь за 3-9 земель. Частный дом, но не на земле, а в воздухе, как вы видите. В ней очень уютно и тепло зимой. А если вдруг вам станет холодно, вышли на балкон, сорвали веточек вот прямо с дерева и кинули в печку, в топку, и у вас снова тепло в квартире. И цена этой потрясающей избушки уникальная. Всего лишь 500 тысяч евро, и она ваша. Поторопитесь, звоните. Ой, ничего себе, первый звонок. Алло, да, да, избушка, конечно, конечно, продаем. Повпишите. Ага, да, хорошо, да, все сделаем, да. 700 евро, отлично, отлично, да. Спасибо большое. Все, да, пока-пока. Ну все, готово? Подожди, подожди. Это что за работа такая, 700 евро? Я тоже такую хочу. Знаешь, как называется? Называется «Непутевый сын». Мама сейчас выдела мое резюме на сайте и сжалилась. И сказала, ладно, так уж и быть. Вышли тебе 700 евро. Ну вот, видишь, нормально у тебя работа, как ты и хотел. Ничего не делаешь, раз в месяц получаешь деньги. Видишь, мечты сбываются. Да, это не жизнь, а мечта. Слушай, а твоя мама мне не может выслать? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова